18-летний Григорий Чепеницкий не любит засиживаться дома. В одном только социальном центре «Наши дети» парень появляется несколько раз в неделю. И всякий раз пользуется помощью родителей и соседей. Теперь у Григория появятся новые знакомые. Отзывчивые и внимательные водители социального такси. Каждый из них прошел дополнительную подготовку и рад помочь клиенту. Инвалид может использовать социальное такси два раза в месяц. Продолжительность одной поездки не должна превышать два часа за льготную стоимость. Стоимость этой поездки в течение двух часов 45 рублей в час. С выше двух часов идет уже экономически обоснованный тариф около 350 рублей. Сейчас на балансе социального такси числится четыре машины марки «Форд Транзит». Это вместительные микроавтобусы, оборудованные спецподъемниками и прочими устройствами для удобной транспортировки инвалидов. Брянское троллейбусное управление обзавелось автомобилями еще три года назад. Но до сей поры все они курсировали по городским маршрутам. Получил автобус, который называется «Социальное такси». Долго мы его ждали. Надеемся, что это изменится. Ну и если не совсем в корне, то по крайней мере в значительную степень, что у человека появится реальная возможность посетить те учреждения, организации, в которых нуждается этот инвалид. Вызвать социальное такси можно по телефону или оставив заявку на официальном сайте Брянского троллейбусного управления. Сделать это желательно заранее, как минимум за три дня до даты обслуживания. Часы работы диспетчерской с 8 утра до 5 вечера. После обработки поступившего обращения заявка перейдет непосредственно к водителю автобуса. А у Жонта прибудет срок. Светлана Дробкова, Ярослав Кулаков. События. Брянск.